Защита прав ребенка. Какие меры на уровне закона востребованы, а что будет излишним? На Ренмаре обсудили нашумевшие уже законопроекты Крышенинникова, Клишеса и Мизулиной. Напомним, обе эти инициативы были отклонены Государственной Думой. Однако принимать законопроект, который будет регулировать защиту прав ребенка, особенно в так называемых неблагополучных семьях, все равно необходимо. Еще летом оба законопроекта были внесены на рассмотрение Государственной Думы и были отклонены. Слишком большой резонанс они вызвали среди населения страны. В целом оба документа касались урегулирования различных процессов, в том числе и внутри неблагополучных семей. В частности, отобрание. Именно такой термин применяется разработчиками детей от неблагополучных родителей. Наверное, нужно помогать семье в целом. Причем семье любой, не только семье, у которой есть трудности. А ведь даже благополучная внешняя семья, материально обеспеченная, она ведь тоже испытывает огромное напряжение от того, что она не может воспитывать, возможно, ребенка в соответствии с ее ценностями. Потому что и семья, и ребенок живет в окружении, когда СМИ, средства массовой информации, вся наша массовая культура, или культура, в которой мы сейчас живем, я правда не знаю, можно ее называть культурой, полностью безнравственно или в большей мере безнравственно, когда ребенка трудно воспитывать на тех ценностях, в которых ты сам убежден. В итоге уже постфактум было предложено еще раз обсудить эти законопроекты на местах, выработать стратегические оценки. Проведение таких дискуссий инициировал генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак. По мнению партийного лидера, необходимо собрать предложение для последующей работы над законопроектом. И одно из предложений – сделать формулировки закона более четкими, чтобы исключить нюансы. Один из примеров – это, допустим, ветхоаварийное жилье. Может быть, этот критерий взять во внимание, изъять детей из семьи. Он тоже может быть. Ветхоаварийная угроза жизни и здоровью. Это как один из поводов ребенка. Вместе с тем мы же понимаем, что у нас очень большой процент ветхого жилья, требующий особенно в сельской местности. Вот один из примеров можно перевести. Поэтому это регулирование должно настолько тонко осуществляться, чтобы нам прежде всего сохранить семью и обезопасить детей от негативных последствий изъятия. Римма Галушина, сенатор от Ненецкого округа, выступала одним из разработчиков законопроекта «Мизулиной». Этот документ готовился не один год. Работа была кропотливой. Но все же его отклонили. Эта норма была продиктована правоприменением 120-го федерального закона. Это комиссии по делам несовершеннолетних, когда занимаются вопросами безнадзорности детей, то они сталкиваются с ситуацией, что дети находятся у бабушек и дедушек, но при этом родители ведут, допустим, какой-то, скажем, маргинальный образ жизни. И возникает вопрос, что дети находятся безнадзора, при этом они находятся у бабушек и дедушек. Но это другая совершенно ситуация. То есть это вещи уже не семейных отношений, а это вещи административных отношений. По мнению уполномоченного по правам ребенка в Ненецком округе Галины Гуляевой, современный законопроект, который бы регулировал отношения в сфере защиты прав детей, необходим. Но он должен быть взвешен и совершенен, чтобы исключить неправомерные случаи отобрания детей из семьи. Главное, чтобы права ребенка, которого изымают из семьи, не были нарушены. То есть действительно ребенок нуждается в том, чтобы его изъяли из семьи. Сейчас, я вам говорю, сейчас есть масса злоупотреблений. И несмотря на то, что этот механизм, он работает, он закреплен судебными решениями, но тем не менее он не совершенен. Мнение родителей на круглом столе представила член клуба многодетных семей Ольга Ульяницкая. По мнению матери, принимать законы в том виде, в котором они были представлены, нельзя. Государство должно заботиться о том, как помочь семье, а не как наказать отобрать ребенка. Многих проблем можно избежать, если усилить государственную поддержку семей с детьми. В данный момент, конечно же, есть различные нюансы, есть недоработки. Вполне возможно, его стоит дорабатывать, перерабатывать, но не в том формате, в котором он сейчас предлагается. И на сегодняшний день, я думаю, что он даже не подлежит обсуждению, потому что не прописаны очень многие нормы и конкретика. Оба законопроекта отклонены Государственной Думой, но это не означает, что работа в этом направлении завершена. К проекту закона о защите прав детей вернутся позже, при этом учтут пожелания регионов. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продолжение следует...